Грандиозный монумент, ракета-носитель «Союз», экспонат, музея «Самара Космическая». Такие ракеты Р-7 местный завод «Прогресс» производил с 1958 года. На постамент установлен настоящий аппарат, который является основой для всей конструкции музея. Выставочный комплекс устремлен в высоту на 68 метров и весит около 20 тонн. Проект строительства Р-7 представлял собой одну из крупнейших инженерно-технических программ, когда-либо осуществлявшихся в Советском Союзе. Удача этого проекта послужила основой для создания базовых модификаций ракетно-космических комплексов типа «Восток», «Восход», «Союз» и «Молния». Все музеи завидуют нашей ракете, потому что она, наверное, единственная такая в мире на взлете. Мы знаем, что на Баконуре есть ракета, но она на 30 сантиметров укорочена, она наклонена, потому что тогда, когда ее ставили, была совершенная секретность, и не разрешено было поставить ее вертикально, потому что приезжающие поезда могли бы увидеть ракету. Да, она тоже была сделана здесь, в Самаре. И, конечно, очень впечатляет гостей нашего города. Памятник «семерки» в городе установлен неспроста. Именно в Куйбышеве на заводе номер один, впоследствии на заводе «Прогресс», в 1958 году эта ракета была запущена в серийное производство. До сих пор в цехах Самарского государственного научно-производственного ракетно-космического центра ЦСКБ «Прогресс» изготавливается очередное поколение этого ракетоносителя. Это, в принципе, уникальная ракета, это универсальная ракета. Она может вывести около 10 тонн груза на орбиту, и она является основой, собственно, всех ракет, поэтому она и универсальная. Это прототип пилотируемой ракеты. Мы рассказываем здесь про пилотируемую ракету, так как у нас на фасаде здания именно пилотируемая ракета. И Р-7 – основа этой ракеты, и мы рассказываем, как работает ракета, почему она так работает, и как же в космос все-таки у нас отправляются люди. Ракета стала базой для создания ракетоносителя для вывода в космос космических аппаратов и кораблей, в том числе пилотируемых. Самарские конструкторы, в свою очередь, уверенно заявляют, что ракета Р-7 в ее различных модификациях сможет послужить делу освоения космоса еще не одно десятилетие. Елена Чернявская, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова